Екатеринбург, город трудовой доблести, встретил День Победы. В канун праздника в Свято-Троицком кафедральном соборе состоялась традиционная архиерейская литургия с участием военнослужащих. Об этом и других мероприятиях памятных дней в следующем сюжете. Архиерейская божественная литургия, посвященная Дню Победы, которая ежегодно совершается 8 мая, значимые события для Екатеринбургской епархии и Центрального военного округа. За богослужением традиционно молятся, исповедуются и причащаются военнослужащие, которые принимают участие в праздничном параде на площади 1905 года в Екатеринбурге. Свято-Троицкой, свергивой ладой, священном архиматритом, да поменят Господь Бог во Царстве Своем всегда, да и близь, но и во время Бога. На богослужении часть военнослужащих участников парада исповедалась и причастилась к святых христовых тайн. После литургии торжественные мероприятия продолжились. Митрополит Екатеринбургский и Верхотургский Евгений возложил к святы к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову. Четырежды герой Советского Союза Георгий Константинович Жуков являлся командующим войсками Уральского военного округа на протяжении пяти лет с 1948 по 1953 год. Его называют маршалом победы за неоценимые заслуги командующего фронтами в Великую Отечественную войну. А на Широкореченском мемориале митрополит Евгений совершил заупокойную литью по соотечественникам, павшим на поле брани и умершим от ран в годы Великой Отечественной войны. Почтить славную память предков на мемориал пришли сотрудники епархии, сестры Милосердия и представители Свято-Успенского Братства, семинаристы, православные следопыты, студенты и преподаватели Миссионерского института, добровольцы фонда НИКа и прихожане городских храмов. Четыре года наш народ очень болел, трудился, проливал кровь, пот, прорываясь, вырывая буквально у смерти победу над тем злом, которое пришло 22 июня 1941 года. И невероятным подвигом отдельных людей и всего народа эта победа была одержана. Свой современный облик этот комплекс обрел к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Здесь, на бронзовых рельефах, отражены основные вехи Великой войны. Битва за Москву, блокады Ленинграда, Сталинградская битва, битва на Курской дуге, освобождение Европы от нацизма венчает этот ряд в рельеф победителей.